Задача такая. Вот клиент дал планировку. 5 миллионов рублей или 4. Он сделал стенки, все вот эти. Проводку инженерии, коммуникации, закупил какое-то оборудование. Ну то есть процесс такой кипит. У него нет проекта, родители задают какие-то вопросы. Получилось настолько внутри некомфортно, неприятно, что он пригласил экспертов, нас спросил, все ли здесь нормально и что можно с этим сделать. Соответственно, его принципиальная задача, его принципиальное сейчас решение, которое ему необходимо, это понять, нужно ли похоронить эти 4-5 миллионов и сделать все заново по-нормальному, либо можно как-то вот это все причесать более-менее с учетом поставленных стен, сделать дальнейший ремонт. Как бы наша задача показать и ответить на этот вопрос. Либо да, либо нет. На самом деле это очень хорошая планировка в плане проблем, которые здесь возникают. Здесь можно прям считать, сколько ошибок. Вот девушки уже начали работать в этом направлении. Набралось уже, насколько, 10 комментариев. Я предлагаю всем, кто чувствует в себе силы дизайнера, попробовать понять, что здесь реально все не так. Надо это видеть и надо давать аргументацию. И с помощью такой аргументации можно взять проект на переделку полностью под ключ, спокойно, просто обсуждая и показывая то, что есть. Мое вам предложение – попробовать свои силы. Или сказать наоборот, что какие-то вещи здесь хорошие можно оставить и можно частично что-то переделать. Это тоже ответы, тоже варианты. Вот такая задача. У нас сегодня была презентация по нашему решению, которое мы сделали. Клиенту оно понравилось, но решение он не принял еще. Он сказал, что я не могу принять это сейчас сразу же, я все понял, я все принял и ушел думать. Я не знаю еще ответа, какой будет. Ему надо смириться с потерей либо денег, в принципе нормального количества денег, как однушка, одна комната, квартира, 4-5 миллионов, либо продолжить то, что есть. Какое-то решение будет, но задача у нас, я считаю, выполнена. И начиналось оно именно с описания проблем, которые здесь возможны. И через эти проблемы мы вышли на заказ и на возможность сделать планировочное решение правильное. Уже за деньги делали этот продукт. Я запишу видео обязательно. Хочу и записать, чтобы рассказать, показать. И одновременно хочу, чтобы это был хрестоматийный какой-то пример. Это можно по сути давать задание, когда мы принимаем на работу планировщика. Это будет тестовое задание для приема на работу детектора или дизайнера. Если особенно он сделает с описанием, не просто здесь плохо, потому-то, потому-то. А именно плохо, почему? Потому-то и потому-то. И как можно сделать лучше, если особенно будет какое-то предложение. Не обязательно это чертить все не надо. Просто надо сказать, описать словами, как бы можно было в данной ситуации чуть-чуть улучшить видение. По этому тесту можно, по сути, брать на работу проектировщиков. Видели, наверное, эту квартиру. Теперь ты анализ сделать и рассказать, показать, что тут хорошо, что тут плохо. Давайте минусы. Многие минусы перечисленные, которые здесь были. Сейчас я как бы бегло пробегусь, какие-то вещи покажу. А как должно быть или какое было наше видение, какое было наше предложение, я расскажу лишь намекнув, а полное решение дам чуть-чуть позже. В общем, базово, да, заходим сюда. И классика, я не зря сказал, что это классический интерьер. Что такое классический интерьер? Из курса дизайна интерьеров, кто проходил или кто хоть чуть-чуть сталкивался и знаком с дизайном, мы понимаем, что классика – это в первую очередь что? Что такое классика в первую очередь по решениям? Что характеризует классику? Кто знает? Симметрия, молодцы. Конечно, симметрия. Спокойствие некие. Заходим. Что у нас? У нас полное, абсолютное, тотальное отсутствие какой-то логики и симметрии. Вот мы смотрим, мы заходим. Во-первых, что мы видим? Что мы видим? Мы видим, здесь какая-то колонна стоит, тут шкаф. Ну, как бы, к чему это? Вообще, вот такой шкаф и такой площади, ну, вообще, как бы, глупо в коридоре иметь. Это удел небольших квартир, где его просто запихать. И квартира должна быть нормальная, полноценная, гардеробная. Дальше, второе, как бы, правило, условие. Когда мы видим большой и длинный коридор. Мы взглядом смотрим, и одно из еще одних правил, что мы смотрим куда-то. То есть мы видим что-то, тем более в таком простреле. Мы не должны видеть колонну, угол. Мы смотрим, у нас, опять же, симметрия пропадает. То же самое происходит, если мы идем, допустим, вот отсюда. Вот идет человек в центральной зоне, и он что видит? Он видит, даже стрелкой показано, он видит тупо угол. То есть человек идет в роскошной квартире 250 метров за сколько-то миллионов долларов и утыкается ровно в угол его взгляд. Куда это, к чему это? То же самое отсюда, если он идет, попадает. Теперь, внимание, самая тоже прикольная штука. Ортер правильно написали. Ну, да, какие-то законы хотя бы базовые должны быть. Что мы видим? Колонна одна стоит так, вторая каким-то образом под 45 закручена. Вопрос, внимание, каким-то образом портал войдет. Как это будет выглядеть? Это будет полуколонна, а тут будет колонна какая-то? Ну, то есть, порядовая ситуация настолько, я вот даже не знаю, как это сказать, как это описать. Дальше, попадаем куда? 18, гардеробная. Теперь вот на минуточку представить, что в такую гардеробную можно поставить? Тут пару швабр можно поставить. Вот здесь вот пару швабр. И что? То есть, мы сбили столько места для чего-то, и она абсолютно никак не используется. Какая-то кладовка, где можно, я не знаю даже, что там делать можно, прятаться в чулане. Большая проблема здесь коридорная часть. То есть, если мы возьмем коридорную площадь, которая у нас есть, раз, два, три. Все это дело занимает 40 квадратных метров. 40 метров в пятой части занято тупо коридорами, некрасиво, нефункционально организованно. При этом, куда мы смотрим? Мы смотрим на маленькую, неудобную гостиную, где сидит, слава богу, если два или три человека в месяц на диване. Ни кресла, ничего нет. Зачем здесь какой-то рабочий кабинет, куца, приставленный к какой-то стене? Тоже абсолютный бред. Дальше. Теряем мы какое пространство? Вот это мы пространство теряем абсолютно. То есть, оно никак не используется. Вот это пространство мы теряем тоже абсолютно, но никак не используется. Ладно, вот эта функция у нас используется. Да, здесь мы у камина сидим. И вот типа вот это. Половину и так небольшой гостиной мы потеряли. Абсолютно тоже это все глупость. При том, что вот черное, вот это вот, понимаете, это несущие стены. Вот это черное. А все остальное, на секундочку, это придумал дизайнер. Смотрим метраж. Метра два квадратных и здесь там чуть ли не четыре квадратных метра. Ну, не четыре, ладно. Три, но вот в совокупности пять квадратных метров. Что мы с ними делаем? Правильно зашиваем гипсокартоном. Пять квадратных метров. Сразу же мы миллиончик потеряли. Ну не то, что потеряли. Миллион рублей мы зашили гипсокартоном. Правый дизайнер. Нереально маленькая и неудобная. Со столовой зоны. Вообще столовую зону здесь не поместить. Почему вот эту не использовать под кухню? Или кухню вообще куда-то в другое место вынести? С условием там тем более написано было, что нету привязок ни к стоякам, ни к чему. Можно делать что хочешь. То есть внизу технические помещения. Абсолютно убогая вот эта зона. Вот эта. Я говорю, здесь реально ни одного живого места нет нигде. Ну, за исключением, может быть, вот эта часть, она как бы, ну, окей, может быть, иметь место. Непонятно просто, кто здесь живет. Не было технических данных. Нянечка, да, тоже. Какой-то номер люкс, а не квартира для того, чтобы спать. Ну, реально, двуспальная кровать, огромная рабочая поверхность. Ну, как бы, куда это, к чему? Стол. Что надо тут будет уроки делать? Тут вот сидеть на такой столешнице. Место пропало, которое можно было использовать. И при этом шкафа нет нигде, куда можно вещи поместить. Вот примерно такая логика. Так, ну, это то, что мы примерно рассказали клиенту. Естественно, более детально. Я, на самом деле, стал писать, как я делал анализ, и подписывал, к чему это ведет. И потом, когда у меня место уже закончилось, я забил на это дело, и вот, как бы, сходу, был мне минут 15, рассказал все от начала до конца. И, конечно же, предложить. Такой умный, да, ну, как бы, что предлагаешь? Ну, решение было примерно следующим. То, что мы сходу предложили, зону сюда, конечно же, это убираем, все, коридор вот этот убираем, расширяем вот эту зону, гостиную, кухню, столовую, кухню тоже расширяем либо за счет вот этой зоны, либо думаем еще как-то. Но, как бы, мы предложили просто ее расширить. На самом деле, увидите потом интересное решение. Эта зона функционально оставляем, это уменьшаем, эти зоны, ну, практически не трогаем, и вот это тотальная переработка. При этом санузел, конечно, должен быть остается, но должен быть не такой, другой. И гардеробная тоже где-то там тут остается. И минимизируем количество коридоров, там, если это возможно. При этом, чтобы это все подружить, основная идея, основная главная фишка здесь была именно в центральной зоне. То есть мы входим, и мы попадаем сразу же в некий ротонду или восьмиугольник, или нечто, ну, вот восьмиугольник в нашем случае получился, который сразу же делит нашу квартиру на все необходимые зоны, ну, с порталами, со всеми остальными вещами. Получаем замечательный красивый вход, центральный, центральный там, или столом, или цветами, или люстрой. И из этого входа мы, по сути, всего вот этот вот один коридор такой основной получается, куда мы попадаем во все зоны. То есть сюда мы идем, попадаем к нянечке, сюда идем, попадаем в эти зоны, сюда идем, попадаем в гардеробную, сюда идем, попадаем в эту зону, пальню, и сюда попадаем в общую там гостиную, кухню, столовую. Ну, вот такая штука, и вокруг вот этого вот общей идеи, то есть эту идею мы сразу сказали, как бы сходу, ну, я ее более-менее так разрисовал, как это будет выглядеть. Люди тоже сразу же поняли, что интересно, сказали, да, это интересно в целом, подписались на планировку и предложили сделать нам свой вариант, как бы уже за плату мы его сделали, я вам покажу. Сейчас принимают решение, либо продолжать то, что есть, потому что сюда уже вбухали 5 миллионов, ну, жалко реально ломать, но превысит ли это здоровый смысл или не превысит, тоже очень интересно, потому что вот в этом жить очень-очень сложно. Ну, вот так примерно. Детали сейчас специально не говорю, покажу, как потом сделали. Вот, как бы, кто спросил, кто здесь был, посмотрите, увидите. Окей? Все, вопрос есть? Да, решение посмотрите, кто заинтересован, увидите. На самом деле, прикольная штука, мы, там, сколько, 3 или 4 проекта так делаем, именно экспертный анализ, он стоит относительно недорого, и планировку так, ну, не сильно дорого стоит сделать, но ты же объясняешь все вот это. То есть я сейчас вам в ППХ рассказал там за 10 минут, а мы сидели час и детально, как бы, рассматривали все от начала до конца, когда человек, это его именно, ну, его это очень сильно волнует, он прям, мозг у него кипит, он представляет, как это все будет, плюсы и минусы. Причем, самое главное, мы не ругаем, это я сейчас вам эмоционально достаточно рассказал, так ни в коем случае делать нельзя, тоже надо понимать, потому что мы беспристрастные, то есть мы просто говорим, что будет, что человека ждет, что клиента ждет. То есть это тоже, как бы, отдельная песня, ни в коем случае не как я сказал. Можно предложить свое видео, конечно, можно, кидайте в AnyQuestions, думайте, прикладывайте, естественно. Нам интересно, ну, и вам интересно именно причинно-следственную связь, то есть мне подходит почему, как бы, почему вот так плохо и почему то решение, которое вы предлагаете, чем оно хорошо. Вот это важно, это анализ, это дизайнерский анализ, который позволяет вам не только что-то вот придумывать на бумаге, обсуждать, а защищать свой проект. Это первое, чему стоит учиться дизайнеру, ну, это первое, что те вопросы, которые я задаю, и на курсе мы это проходим, я обучаю, а потом беру, когда на работу, вот у нас работают наши дизайнеры в том числе, Олеся у нас работает, Тони у нас работает. Я, как бы, первым делом прошу защищать свои решения, так же, как и директор защищает свои решения студии клиенту, так же и дизайнер защищает свои решения, там, главному дизайнеру или ведущему дизайнеру, а до тех пор, пока сам не станет ведущим дизайнером. Ну, то есть прикольно очень получается, и этот анализ, это первое, что должно быть. Для тех, кто помнит и в курсе происходящего, вот здесь то, что получилось. Вот этот вот восьмигранник, то, что мы обсуждали, как можно было сделать, соответственно, здесь мы заходим, получается весьма красивое пространство, вот примерно такое ниша. Ниши, и, соответственно, вот у нас выходы. У нас есть выход в гардеробную достаточно обширную, сразу же попадаем сюда. Ну, понятно, что есть колонны, да, вот такие все, либо колонны, либо пилястры сделаны. Выход в гардеробную, выход в отдельную комнату, здесь нянечка живет, теледобработница, соответственно, у нее собственный санузел, вечером закрывается, это постоянное проживание, и никто никому не мешает. Дальше здесь консолька, ну, то есть вот эта вот зона весьма симпатична. В качестве референции здесь представлен пуфик, вот такой вот он. Понятно, что, так как площадь позволяет, здесь может быть и цветы, и тумбочка там с каким-нибудь свазой с обрамлением, и просто стол какой-то с вазой, как в отелях делают, красивая. То есть, ну, здесь просто какой-то акцентный элемент, и даже фонтанчик. В принципе, все, что угодно для того, чтобы это было акцентным интересным элементом. Расстояния здесь достаточно большие, по-моему, 1800, так что эта зона сама по себе очень красивая. Ну, и дальше все просто, если мы, вернее, не все просто, но очень интересно. Если мы заходим вот сюда, то мы видим, опять же, вот это вот красивое оформление, нечто подобное. Соответственно, отсюда мы смотрим в длинную-длинную красивую зону пространства. Мы выстраиваем функциональную зону гостиной примерно таким образом. Здесь у нас камин, который, на самом деле, мог бы быть и здесь. Здесь у нас телевизор, обрамлен тоже в портальчик. Здесь мы сидим на диванчиках. Сзади, как в отелях, тоже у нас консольки с подсветочкой. И оси. Самая главная ось у нас просмотровая. Мы отсюда видим практически всю квартиру целиком. И здесь у нас окно, но оно не очень красивое. Но оформлено это примерно вот таким образом. Здесь две колонны. Вот здесь раз, два. Вот они. И между ними аквариум. То есть мы видим аквариум на просвет. Красивый. И в итоге видим в конце акцентный элемент. Заходим внутрь. Ну, здесь можно потусоваться. Камин отдельно здесь. Зона для компьютера можно посидеть. Зона для ТВ, кинотеатра просмотра. И там здесь какой-то акцентный элемент тоже может быть. А может камин и сюда переехать. В принципе, тоже неплохо. Дальше вот это столовая. Это зона на просвет. Это кухня. Кухня, соответственно, выглядит примерно таким образом. Здесь шкафы. Треклянные. Посуды с бутылочками. Ну, все что угодно. Красивый эркер. Кухня достаточно простая. Понятно, с островом сделана. Раз. И два. Саморабочая поверхность. Холодильник здесь. И все это дело может закрываться вот так. То есть красивыми какими-то конструкциями. Дверьми. А может не закрываться. Здесь может быть наоборот барная стойка. Вот как здесь сделано сейчас. И доступ может быть в том числе и отсюда. Может быть открыт. Может быть закрыт. Это пожелание уже хозяев. Так как мы не делали подобное техническое задание. Поэтому мы не знаем потребности клиентов. Это работа как бы в угадайку. Но, тем не менее, для того, чтобы клиент принял решение. Зарушить ли ту предыдущую планировку. То, что была на посылке. Или то, что мы предлагаем воплотить. То есть сейчас принимается решение. Как бы доделывать или не доделывать. Заходим сюда. Ну, здесь, я думаю, комментарии излишни. Мы получаем прекрасную зону. В отличие от того, что было очень красиво. Главная спальня. Все отцентровано. Кушетка. Выход в санузел. С окном. Все как положено. Большая гардеробная, собственно. Дополнительный выход, чтобы в гардеробную сразу же из ванной пройти. Отсекаем все это дело вот такими дверьми. От общей зоны. И тем более от зоны пребывания детей. Там нянечек, всех остальных гостей. То есть здесь сюда, по сути, никто не попадает. Здесь мы имеем хорошее большое коридор. Красивые хозяева любят картины. Поэтому здесь могут быть разрешены картины. Тут может быть какая-то статуя стоять. Ну, просто такой коридор сам по себе тоже вызывает красоту. И служит для того, чтобы хорошо проходить эффектно. Из центральной зоны и наоборот. А если, опять же, мы не знаем, каковы будут пожелания клиента. Если потребуется больше шкафов, то шкафы можно добавить здесь. Покойненько. И здесь можно добавить тоже шкафов. Немножко уменьшить коридор по его масштабности. Но сделать его, тем не менее, тоже красивым и симпатичным. Вот эта вот зона, единственная, пришлось которой сделать. Аналогично с этой колонной, чтобы добавить некую симметрию. Мы как бы зашили вот этот угол. Но мы его не совсем зашили. Он, естественно, открывается. Там есть ручка, деревянные панели. Либо скрытые со стеной. Здесь могут быть какой-нибудь рибар или вина хранится. Или что угодно. То есть, по сути, это открывающееся пространство, которое тоже имеет место. Здесь в коридорчике потайное, которое можно использовать. Дальше. Заходим сюда. Здесь постирочная со всеми необходимыми чиндалами. Ведра. Все сюда влезет спокойненько. И вода. Здесь же у нас ванная комната для детей и для гостей. И одна гостевая, либо взрослая детская. Здесь вторая детская с сидушечкой, кроваткой, с небольшим рабочим местом. Кабинет небольшой. Ну, вот такое предложение. Опять же, могу, что может быть, особенно вот эта зона, она не протерпела особого изменения. Ну, небольшие есть изменения, конечно. Но функционально здесь то же самое. Глобальные изменения, это, естественно, вот это пространство, то, что я рассказывал. Вот это очень клевая получилась штука. И вот это прям вообще тоже все хорошо. Ну, вот так простыми манипуляциями можно за весьма. Ну, я не скажу, что это дешево, то есть весь проект, данный проект стоил, по-моему, 65 тысяч рублей стоило. Ну, как бы нормально. Зато полностью проработано. И делалось это неделю. Ну, как неделю, чистых рабочих дней ушло, наверное, 2 или 3 дня. Все придумать, оформить, покрутить варианты. Очень много было разных вариантов. Выбрать наиболее подходящие, найти референции, сделать презентацию, съездить клиенту, защитить проект. Ну, то есть вполне нормальная, интересная работа. А если она пойдет, соответственно, мы будем ее делать. Если не пойдет, ну, будем строить то, что было предыдущее. Конечно, не хотелось бы, но как есть. Но, тем не менее, как некий кейс, да, хотел вам показать. Это к вопросу, для чего нужно уметь делать планировочные решения. У нас стартует тоже тренинг дизайна интерьеров. Там мы подробно разбираем, как делать анализ и создавать на основе вот того, что было. По ссылке я показывал вот это вот, ну, непонятно чего, непонятно как, с теми ошибками, которыми было. Из этого делать хорошую, правильную, классическую или не классическую, современную планировку, за которую не стыдно и которая будет в 100 крат лучше, в 1000, чем то, что было предложено. Вот за это клиенты с удовольствием платят денег и за экспертный анализ, как я вот тебе сказал. То есть экспертный анализ, покажите, что нам не так. То есть ты приходишь на встречу, как в прошлый раз я рассказывал, и показываешь все недочеты планировочного решения. Надо видеть, это надо знать. И предлагаешь свое решение, но решение ты предлагаешь уже за деньги, ну, опять же, за какие я сказал, каждый может там свою стоимость поставить, в зависимости от своего проекта. Клиент под это подписывается, ну, потому что в эту квартиру там будут складываться миллионы, цена в 1000-2000 долларов, это не те деньги, из-за которых следует экономить. Владелец этой квартиры, он спокойно может заплатить эту стоимость, не стоит здесь экономить, называть там меньшую стоимость, и делать тем более бесплатно. Скажешь, ну, спасибо, мы подумаем, мы уйдем думать. Вот примерно такая логика. Об этом мы все тоже говорим на курсе дизайн интерьера. Если у кого-то будет желание, приходите, будем работать.